Встреча с детьми Глеб уже успел перенести две операции Малыш родился недоношенным в 7 месяцев Не обошлось без осложнений Стало критическое состояние Остановилось дыхание Перестало пищеварение работать Сделали УЗИ и выявили гидроцепалию У Глеба накапливала жидкость в головном мозге Ребенку нужно было делать пункции Все проблематично, конечно, было По аптекам бегали, но покупали Даже с катетерами проблема А у нас еще венки тонкие Катетер летит по два раза на день Маленький Глеб вместе с семьей Переживает не только тяготы болезни Но уже знает, что такое Прятаться от артобстрелов Наталье не раз приходилось сидеть с малышом в подвале Сразу под стенку А потом, когда затихает Тогда уже хватаешь вещи Документы и лекарства Ребенка закутываешь и бегаешь Чтобы Глеб смог жить полноценно Ему нужна была еще одна операция По вставлению шунта, но из-за частых пункций У ребенка возник менингит И все деньги пошли на лечение инфекции Семья Выстора побратилась в фонд Рината Ахметова И через 10 дней малыша прооперировали Фонд там оплатил полностью Плоть до памперсов Все медикаменты Знаете, как говорят, что помогают Но пока не сталкивался, думаешь Правда, неправда А так, конечно, низкий поклон Фонду в этом плане Очень, очень, очень Я теперь дома Сей семьей 12 тысяч гривен Именно столько стоила операция Теперь малыш чувствует себя хорошо Глеб стал спокойнее И радует маму своей улыбкой Вот этот шрам Вот этот вот шунт Вот он вставленный Вот сюда, получается И он идет Вот здесь у него тоже на животе И ребенка небольшой тут шрам Он, получается, вот так идет И в брюшную полость И она взбрасывается Сегодня семья Выстороп надеется Что Глеба больше не придется оперировать Ну, может быть, в реалибитационный центр Придется ложиться месяца через 2-3 Ну, смотря, как он будет развиваться Если все будет хорошо, то, может, и не придется ложиться Теперь главная задача и Глеба, и его родных Выжить в условиях войны Прогулки на улице часто сопровождаются обстрелами Виктория Чистюхина, События, Канал Украина Прогулки на улице часто сопровождаются обстрелами